приветствую вас на моем канале мои телезрители с вами уральский охотник сентябрь завершается скоро предстоит у нас охота на бобра на барсука на енота но там потом уж пойдет и на копыт на открытие и вот вам хочу показать и рассказать как сделать такую ну как говорится снасть малозатратную которая стоит в общей копейки буквально себестоимость 100 рублей вы войдете в эту снасть для на для этого надо будет тросик можно стройку можно кройку а вот выбрал двоечку такая маркировочка у нас от шинкованы взял стальной туда не знаю есть маркировка там что 1 3055 вот тут получается у нас толщина м2 тут год выпуска вот повезло я успел купить его получим дешевое цене я сразу взял катушку потому что он не только в снастях пригодится также и дома пойдет вот но сейчас мы возьмем тросик метра полтора наверно его возьмем короткие петли размотали для этого бокореза можно плоскую опцию попробую сейчас сделать петлю берем отмерили на полтора метра перекуски покорезаны это не так уж просто у кого есть ножницы по металлу можно ножницы по металлу берем просто у которого есть на основе не тогда не повезет него сук не порвет его вот мы перерезали теперь делаем петельку делаем петельку у нас получается какой кусочек запускаем под 3 ноли запустили 5 потянута у нас получилось петелька для не трудилась замками я сейчас руки при ударе когда попадается воде сильный рвок мы продели еще раз и получилась у нас такая петелька сейчас берем и развиваем между ручками получается между двумя узлами просто-напросто капканы дорогие оставлять их на таких местах очень много людей ходит где в основном сидится бобра жалко ну чё, 8-9 выкидываете что ли? на вечер вот, мы протянули и хорошо, что вы ее нравственные исполняете замочи вот вам петелька вот на бобра, на борсука я всегда использую растяжки сюда, чтобы петля была в определенном состоянии делаем так, чтобы она была свободна петли всегда говорите чтобы запах не оставался чтобы дверь его не чувствовал вот обываривать вы сами, наверное, знаете если не знаете то пишите в комментариях я сниму видео, как говорим петли также капканы также другие самолобы вот чем хороша петля тем она как говорится легкая в карман положим пошел никто никогда вас не увидите ее в кармане поставил если даже увидели что у вас она стоит сняли не жалко что она стоит? стоит копейки вот никогда не оставляйте петли без присмотра всегда снимайте потому что в них может попасться собака другой зверь птица зачем купить просто так всегда за собой убирайте в лесу что поставили то снимайте а то есть такие люди где-то наставить петель и забывают так что всем удачных охот ни пуха ни пера с вами был уральский охотник пока пока подписываемся на канал не забываем